Узнать больше о природе и истории России, а также пообщаться со сверстниками – вот цель ответного визита делегации школьников из польского побратима нашего городского округа Градзийского повята. Десять ребят и их руководители приехали в Щелково. В течение недели они будут вместе с учениками Щелковской гимназии работать в совместном проекте, изучать животных, общаться, делиться впечатлениями. Ранее и наши гимназисты неделю гостили в Польше. Очень понравилось, особенно экскурсии, которые мы там посещали. Ездили в город, который главный в Познане. Также мы были в лесничестве, наблюдали за различными растениями, искали животных. В Варшаве есть такой центр польско-российского диалога и понимания. Он организует каждый год конкурс. В прошлом месяце, в сентябре, приехала группа с вашей гимназии Щелковского муниципального округа к нам, где мы посещали очень много клиник. Клиник для коней, приюты для животных, проводили мастер-классы. И теперь настала очередь нашего приезда. В начале небольшая экскурсия. Польской делегации рассказали о будничной жизни наших школьников, показали экспозицию музея и гимназии. А уже потом гости, гимназисты и педагоги вместе отправились на первый мастер-класс. Занятие сегодня необычное, поскольку говорят о животных, в нем участвует настоящий пес Мартин. Порода у него хаски. Очень любознательный малыш. Этому малышу всего 8 месяцев. Познакомившись со всеми участниками проекта, Мартин отправился изучать территорию. Присутствие четвероногого друга вызвало у ребят настоящий восторг и настроило их на творческий процесс. Нужно сказать, гости из Польши и наши гимназисты уже успели подружиться. Сегодня они продолжают работу по изучению роли животных в жизни человека. На это отведена целая неделя. Школьники из города Попротима признаются, что после возвращения домой они продолжат общение с щелковскими друзьями. Дружба не имеет границ. Интернет, фейсбук, твиттер дают возможность общаться. И для них это не имеет никаких преград. Очень хотелось с ними встретиться, потому что очень соскучились по ним. Да, очень хочется с ними провести побольше времени. У нас, конечно, всего неделя, но я думаю, за это время мы еще успеем провести с ними очень много времени. Да, показать им места некоторые в щелков. Анна Балиет, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.